Решите уравнение в целых числах. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Учитывая, что обе переменные x и y не равны нулю, умножим обе части нашего уравнения на их произведение. То есть умножаем на x, y. В результате получим уравнение y плюс x плюс 1 и все это равно x умножить на y. И сразу, чтобы не забыть, запишем, что переменные не равны нулю. Решим отдельно первое уравнение в целых числах. Для этого все перенесем влево. Получим y плюс x минус xy, да еще остается единица, плюс единица и все это равно нулю. Группируем. Например, второе с третьим. В результате получаем y плюс x умножить на единица минус y плюс единица и все это равно нулю. И далее для того, чтобы разложить на множители, вот это второе слагаемое мы перепишем, x умножить на единица минус y. И теперь для того, чтобы вынести за скобки единицу минус y, мы допишем то, что нам не хватает. Мы от переменной y вычтем единицу, но чтобы ничего не изменилось, прибавим единицу. То есть у нас тогда получится плюс y минус единицу мы вычитаем. Затем мы эту же единицу прибавляем, да еще у нас единица оставалась. И все это равно нулю. И теперь уже можно получить то, что нам не хватало, то есть единицу минус y путем вынесения минус единицы за скобки. В результате получаем x умножить на единицу минус y, минус выносим за скобки, получаем единица минус y, да плюс еще 2. Двойку сразу перенесем вправо со знаком минус. Тогда получаем равно минус 2. Выносим единицу минус y за скобки, в скобках остается x минус единица и все это равно минус 2. В левой части, учитывая, что мы решаем уравнение в целых числах, произведение двух целых чисел. В правой части минус 2. Минус 2 можно получить двумя способами. Либо как произведение минус единицы на число 2, либо как произведение минус 2 и единицы. Вот именно эти случаи мы и должны рассмотреть для нашего произведения. Первый случай. Первый множитель единица минус y равен минус единице. Второй множитель x минус единица равен тогда, естественно, числу 2. Откуда получаем x равен 3 из второго уравнения. И из первого уравнения y равен 2. То есть мы получили пару 3-2. Учитывая, что эта пара удовлетворяет нашим условиям, делаем вывод, что одно решение в виде пары этих чисел мы нашли. Второй случай. На этот раз первый множитель единица минус y равен 2. Второй множитель x минус единица равен минус единице. Откуда из второго уравнения x равен 0, а y из первого уравнения равен минус единице. Учитывая, что x не равен 0, приходим к выводу, что эта пара чисел не является решением нашего уравнения. Третий случай. Теперь рассмотрим произведение чисел минус 2 и единицы. То есть единица минус y равно минус 2, а x минус единица равно единице. Откуда x равен 2, y равен 3. Да, эта пара с точки зрения наших ограничений нас устраивает. И остался у нас четвертый случай. Меняем местами. То есть первый множитель единица минус y равен единице, а второй множитель x минус единица равно минус 2. Откуда x равен минус единице, а y равен 0. Учитывая, что y не равен 0, четвертый случай нам также не подходит. Итак, в качестве решения нам подойдут две пары чисел. Пишем ответ. Первая пара 2, 3 и вторая пара 3, 2. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите посмотреть новое видео на нашем семейном канале. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...